На европейских рынках продолжается тенденция на усиление позиции доллара, давящего европейские валюты вниз к очередным минимумам. Несмотря на ужесточение монетарной политики ЕЦБ и намерением и дальше повышать ставку, инвесторы все же предпочитают продавать и евро, и фунт. Германия, сильно зависящая от российского газа, сталкивается с тяжелейшими условиями, поскольку экономика ухудшается со скоростью неведанной со времен пандемии и со времен мирового финансового кризиса. Негативную динамику подтвердили сегодня и предварительные расчеты индексов деловой активности. Предварительная оценка индексов деловой активности в Европе оказалась хуже прогнозов, показав несколько более серьезное снижение. Исключением стал только лишь индекс деловой активности в производственной сфере, который должен был снизиться с 49,6 пунктов до 48,3 пункта. Вместо этого он опустился до 48,5 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг снизился с 49,8 до 48,9 пункта при прогнозе в 49,2 пункта. В результате составной индекс деловой активности вместо того, чтобы снизиться с 48,9 пунктов до 48,3 пункта, сократился до 48,2 пункта. Схожая ситуация и в Великобритании с той лишь разницей, что производственный индекс вырос с 47,3 до 48,5 пункта, хотя должен был снизиться до 46,5 пункта. А вот индекс деловой активности в сфере услуг вместо того, чтобы снизиться с 50,9 пункта до пограничной отметки 50 пунктов, опустился ниже нее до 49,2 пункта. Так что нет ничего удивительного в том, что составной индекс деловой активности опустился с 49,6 пункта до 48,4 пункта. Тогда как ожидалось, его снижение только до 49,2 пункта. Столь слабые данные вкупе с сообщениями о планах целого ряда крупнейших европейских промышленных компаний по переносу производств из Европы, например, в Соединенные Штаты, конечно же, не способствует росту единой европейской валюты или фунта. Тем более, что прогнозы по индексам деловой активности в самих Соединенных Штатах выглядят куда оптимистичнее, так что доллар до конца торговой недели может еще больше усилить свои позиции. Пока же мы видим на графиках, как валютная пара евро-доллар в стадии отката от минимума нисходящего тренда локально вернулась к ранее пройденному уровню на 0,9900. Здесь возник отскок цены с обратным ходом. С открытия европейских площадок возник и новый виток снижения курса евро. Это привело к удержанию цены ниже значения 0,9800. В итоге спекулятивный инерционный ход продолжает формирование, что допускает снижение курса до последующего контрольного значения на 0,9650, где раненая история проходила нижняя граница флета. Стоит отметить, что на рынке уже наблюдается перегрев коротких позиций по евро, и это допускает возникновение нового технического отката, т.е. ждем движения графика вверх. Что относительно британской валюты, то валютная пара фунт-доллар после непродолжительного отката, который был вызван сильным перегревом коротких позиций, вновь перешла к снижению. И это движение указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка, который находится в стадии инерции. Фунт стерлинга вслед за евро продолжил снижение и в итоге был пробит уровень 1,1200. Стабильное удержание цены ниже данного уровня допускает последующее ослабление британской валюты по направлению к психологической отметке 1,10000. Также не стоит забывать о перегреве коротких позиций и возможных технических откатов.